Слышь, зятёк, отпусти меня отсюда. Не выпустишь, я дочке скажу, неделю без секса сидеть будешь. Ошибаетесь, Марина Францевна. Пока вы здесь сидите, это и означает, что у меня будет долгий и качественный секс. Ага, может у нас даже внуки появятся. Ага. Слышь, зятёк, не отпустишь, месяц на рыбалку не пущу. Опять ошибочка. Пока вы здесь сидите, это и означает, что у нас открывается месячник рыбалки. Правильно, с ночёвкой. Я уже палатку взял. А я вам спиннинги сломаю. Опять промашка, Марина Францевна. Отсюда вам будет очень тяжело попортить наши рыболовные снасти. Тем более, мы их уже давно перепрятали. Ну ладно, ладно, Саня, выпускай. Я всё поняла. Не-не-не, Марина Францевна. Второй раз на эту фигню я не поведусь. Вы же сами меня попросили, пока вы сидите на диете, вас проконтролировать. Ну я же не знала. Ну что же не знали? А вот же расписочка есть. Любыми методами оградить от еды в период с 18 до 7 утра. Вот эту записку я подписала в состоянии аффекта. Ай, Марина Францевна, я на дочке на вашей в состоянии аффекта женился. Я ж знал, что вы меня мучить будете. Ах, наглец. Выпускай меня, зятёк, выпускай. Оп, а вот и времечко. Пойду-ка я спокойненько в футбол посмотрю. Правильно, правильно. С товарищем по работе. А потом, может быть, поеду и внука вам заделаю. Правильно, с товарищем пара. Сам заделаю. Со своей женой. Пожалуйста. Выпускай меня, зять, отсюда. Выпускай немедленно. Так, всё, Мариночка Францевна. Спокойной ночи вам. Мы пойдём. И пусть вам приснится ваш любимый борщ. Выпустите меня отсюда. Я вам ночью решётку всю эту перегрызу. Грызите, грызите. На троих. Туки-туки. Ай, мой страстный. Ну, шам мой хрипушечка, а то похрипеть. А-а-а. Я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Ты, ты, ты со мной похрипишь. Смотри, что у меня есть. Значит так, вот это, смотри, на тебе, на, классно, да, моя зайка. У меня, у меня капельница. Хрен с ней, смотри, что у меня есть. Классно. Ой, ну ты, конечно, и молодца. Вот это даже, ух, халат не дал сняв. Спасибо вам, сестра. Я не думал, что медицина настолько далеко зашла. Скажи, а что раньше у тебя такого не было? Нет, ну вот, это прям такое, чтобы, чтобы медсестра вот так. Да я сама охренела. Филиппова. Что? Ты что здесь делаешь? Что, вы же сами сказали идти в палату к заммеров 3, 4, 3. Заммеров 434, это этажом выше. Ты же вроде должна знать его в лицо. Да хрена кто поймет. Слышишь, у этих там замов у него хоть это попой жуй. Ты понимаешь, что тебе здесь вообще находиться нельзя? Человек в тяжелом состоянии. Нет, доктор, вы знаете, мне гораздо лучше. Слушай, я, я уже сам пойду навеждаю. Куда? Вам нельзя. Не, можно. Мне можно. Мне можно. Филиппова, ты понимаешь, что ты только что сделала? Что? Ты безнадежного пациента на ноги поставила. Филиппова, так может к нам на полставочки, а? Хорошим я делом занимаюсь. Правда, платят у нас немного, но техосмотр ежемесячно бесплатно. Ну что, Филиппова, подвигайся. Двуми меня на ноги ставить. Давай. Эх, Филиппова! На троих. Реша Константиновна, вызывали. Да, дядь Митя, вызывала. Ты знаешь, в нашей школе есть одна большая проблема. Ты, наверное, догадываешься, о чем я говорю. Знаю, знаю. Пиво в столовой не продают. Это трагедия. Нет, нет. Я сейчас говорю о посещаемости. Наши ученики систематически прогуливают уроки. Да вы что? Что ж вы мне не сказали? Да я бы живо с ними справился. Странно, что ты ничего не знаешь. Ни о чем не догадываешься. А прогуливают-то они. Твой урок. Да? Угу. А, так я думал, классы такие маленькие, по два человека. Ну там, рождаемость упала. Что ты? Дядь Митя, не придуривайся. Я тебя очень прошу. Лучше сядь и подумай, как нам увеличить посещаемость. Так я знаю как. Пиво надо в столовке продавать. Темное, светлое. Детишки потянутся. Задолбал ты уже со своим пивом. Этого не будет никогда. Думай давай. Делай, что хочешь, но чтобы ученики ходили на труды. Если что хочешь, то есть идеи-ка у меня уже. Все, кроме пива. Тогда мне надо подумать. Крепко подумать. Желательно с пивом. Мне на 20 минут. Дядь Митя, вот ты в своем уме, а? Пригласить в школу стриптизершу. Надежда Константиновна, вы сами сказали, вернуть детишек в школу любым способом. Я выбрал самый верняковый. Знаешь что, проводи девушку на выход, а сам возвращайся ко мне писать объяснительную. И халактиком ее прикрой, пожалуйста. Зря вы так, Надежда Константиновна. Потому что эта персона подняла посещаемость в школе до 99%. Ну, если... Подожди, подожди, подожди. Это правда? Правда. Правда, трое с температуры пришли. Один в гипсе. Слушай, ты свободен, а вас я, девушка, попрошу остаться. То есть дядя Митя не нужен уже? Ну, пока нет. Тогда халактик заберу. Забери, забери. Я прошу прощения. Вы бы не могли прийти в школу завтра? Ну, могла бы, а что надо? Вы понимаете, у нас в 20.00 родительское собрание. Они очень плохо сдают на ремонт школы. Я думаю, что с вашей помощью мы соберем деньги с ремонта. Да, я могу еще подружку пригласить. Не надо. Подружку мы оставим, когда будем собирать на ремонт спортивного зала. Ну, тогда чао. Чао. До свидания. Софья Николаевна, это я. Обзвоните, пожалуйста, всех родителей и скажите, что у нас завтра родительское собрание. И чтобы пришли только папы. Вы меня поняли? Угу. Выполняйте. Хорошо. Водичка сегодня шикарная. Может, пойдем скупнемся? Меня Женя зовут. Я говорю, пойдем скупнемся. Водичка классная. Понятно. Найди телочек поблизости. Ой, какой прикольный чувак, друзья, просится. Так, интересно, откуда он? Я тут на пляже. О, прикол, он тоже тут на пляже. Так. Может, пойдем покупаемся? Пока не хочу. Может, чуть позже. Может, тебя просто кремом намазать? А? Чего я подожду? У тебя телефон скоро сядет. Блин, телефон садится. Хорошо, что у меня всегда с собой планшет. Угу. Блин, тут есть нормальные люди, с кем пообщаться можно, а? Ну, я могу. Так ты, то есть, вы же книгу читали? Чего тут читать-то? Тут картинки одни. Камасутра. Ну, что, пойдем скупнемся? Нет, к сожалению, я, извините, не могу. Мне надо дописать сообщение одно очень важное. Да ладно, пойдем скупнемся. Потом спину мне кремом намажешь, а там и книжку почитаем. Идем. Помоги тебя. Что вы себе позволяете? Ой, извините, пожалуйста, больше такого никогда не повторится. Никогда. Мне пошутила, дурачок. Продолжай. Быстро инфергенная доба. А за кто? Это мой муж. Быстрее в шкаф. О, боже. О, боже. О, боже. Что ты делаешь? Ну, в шкаф без брюк и рубашки в муветон. Быстро в шкаф. А то он тебе этот муветон твой оторвет. Все, 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 все. Извиниться. Виктория Сергеевна, могу ли я войти? Да, да. И на Кенте Вениаминович. Вы одеты? А ну что, вы правы, конечно, да. Я вхожу. С вашего позволения. О-о-о. День добрый. Здравствуйте. Душа моя. Моя законная супруга. Моя муза. Мое вдохновение. Моя... Боже мой. Что? Что я вижу? Что? Это... Это мне... Это... Даже не нужно применять дедуктивный метод для того, чтобы предположить, что в данной комнате только что находился мужчина. Виктория Сергеевна, я, как законный супруг, желаю и даже требую знать, где ваш любовник находится в данный момент. А я не знаю. Ну, может быть, вам показалось, или вы что-то перепутали. А вот... Будьте здоровы. Спасибо. Ну что ж, этот чих о многом говорит. Я даже боюсь представить, что сейчас будет. Теша, не надо. Не сдерживайте меня. Теша, я попрошу вас. Теша, я попрошу вас. История Сергеевна... Теша! Уже слишком поздно. Что же, мой? Что сейчас будет? Разрешите войти? Я прошу обращение, но я вынужден вам отказать. Дело в том, что я не хотел бы, чтобы вы меня видели в нижнем белье. Я настаиваю, потому что в данный момент я разносадован и даже близок к гневу. Поэтому... И я сделал все, что мог. Не утверждайте себя. Я выйду сам и покажусь вам воорчим. Извольте. Здравствуйте. День добрый. Ну? И чем? Он лучше меня? А, я все понял. Все дело в зрении. У него минус пять, а у меня плюс пять. Неужели женщины интересуются лишь диоптриями? Ну... Получается, да. Вы не представитесь? Поликарп. А по батюшке? Поликарп. Поликарпович. Иннокентий Вениаминович. Очень приятно. Взаимно. Слушайте, очкарики, может, вы хотя бы ради меня морды друг другу набьете? Морду. Я крайне раздосадован слышать от вас такие выражения в приличном обществе. М-м-м, да. Я думаю, мы найдем более цивилизованные способы решить этот спор. Интересно. Может, вы извольте одеться? С нами, Дана. Ой, извините. Извините. Да уж. Давай, бей! Бей его! Сожри! Ну! Шах и мат. Да. Ну что ж, я вынужден признать, что я повержен. повержен. Ну что ж, я в свою очередь хочу вам сказать, что сейчас вы покидаете эту комнату поверженным, а я остаюсь с высоко поднятой головой. Эту обиду я не забуду до конца своих дней и буду вспоминать ее на смертном адре. не буду вас задерживать. Спасибо за игру. Это был сильный бой. Честь имею. Виктория Сергеевна, только что я сумел отстоять вашу честь. Мою честь надо было отстаивать в десятом классе, но я завелась. О, Боже. О, Боже. И кто я, Сергеевна? Я не слышал таких слов из ваших уст уже очень давно и вынуждены признать, что они крайне приятны для некоторых зон моего эпителия. Просто раньше мужики за меня морды друг другу били, а теперь в шахматы играют. Иди ко мне, мой неандерталец. на краях. А наркоту привозил прямо в себе. И что? Обычное дело. Обычное, да. Необычное. Он перед досмотром так испугался, что и досмотр проводить не пришлось. здравствуйте. 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 Меня к вам направили на досмотр сказали. И правильно сделали. Очень вы подозрительный персонаж. Сумчику. Сюда? Да, пожалуйста. Что в сумке? Оружие, наркотики, драгоценные металлы везем. Нету, нету такого. Значит, не везем, да? Драгоценных металлов, значит, у вас нет. А это что? Это золотая медаль. А декларация у вас на золотую медаль имеется? Нет, конечно. Я ее на чемпионате мира выиграл. На ком чемпионате мира? По шашкам или по заиканиям? По карате. По карате? По какому? По детскому? В ультрамалом весе? И ты чемпион мира по карате? Я чемпион мира по синхронному плаванию. А я чемпион мира по тяжелой атлетике. О! Я рад за вас. Скажите, я могу идти? Да, да. Идите. Замирай шоку. Счастливо. А медаль? Какая медаль? Не было никакой медали. Слышь, только идите сюда. Вы сами захотели. Че? Говорил мне тренер, что медаль защищать придется. Ну, чтоб таким образом... на троих... на троих... как говорится, первый раз, первый класс. А у вас то, мальчик или девочек? Мы решили не узнавать, потом сюрприз будет. Никакого сюрприза, у нас будет девочка. Нет, мальчик. Нет, девочка. Нет, мальчик. не успокоимся, а то вы прям тут меня и родите. А вы вот с камерой потому что присутствовать будете, буду все снимать для семейного архива. Тогда я вам посоветую еще взять небольшую баночку на шатыря. Зачем? Его в списке нет. Поверьте, он вам пригодится. Давайте. небольшая, да? А большая какая тогда? Не доставайте, я... Давайте. Естальное. Да. Так, начнем. Здрасте. Здрасте. О, это вы? Да. Что, родила? Родила мальчика и девочку. Роды были сложные. А, поняла. Спасибо вам. Если бы не ваш нашатырь, я бы вообще ничего не успел снять. Да не, Заша, не вы первые, не вы последние. Поможите в камеру для семейного архива. Я? Хорошо. Только вы крышечку снимите. Что? Крышечку, говорю, снимите. Да что же я, получается, ничего не снял, что ли? Это я... Это... Меня жена убьет. Да. Не переснимешь. Как я же... это все. Ну что? Это все. На шатыря? И... 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 менять. Мне б только до пенсии. Дотянуть и... о, диви, придурок, несется. Сейчас чья очередь? Моя. На. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Знаете, вот побейшим таких продюсеров на нашей трассе. Дайте я вас обниму. Ого. Нас снимает скрытая камера. Аккуратно положи мне гроши в задний карман. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А вас не смущает, что я гей? Гроши не пахнут. Давай. Ага, понял. Давай. Хорошо. 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 Вот. Хорошо. Сержант! У тебя все нормально? Да, все хорошо. Вот друга встретил. Не знал я, что у тебя такие друзья. Ну, давай, заканчивай тут швиденько. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, что, положил? Да, положил. Ага. Что-то мало? Откуда вы знаете? А я чувствую. У меня на это место на гроши очень хорошо натренировано. Ну, ладно, вот еще. А что ты святышкинь? О, еха, муха, я сам достану. Ой! Ах! Сержант! У тебя все нормально? А, да, да. Товарищ уже еде. Оставляю после себя очень приятные его вспоминания. Китя, я твоего друга уже удовлетворил. Может, я и тебя удовлетворю? Соглашайся. 200 гривен на дороге не валяются. Та не, я лучше на зарплату поживу. Чого? Китя. Какая тебе китя? Я заплачу. Так, брися отсюда. Брися, я сказал. Сержант, забери его, потому что я за себя не ручаюсь. Брися, что ты делаешь? Эх, Санька, Санька, не понимаешь ты своего счастья. Эй, уважаемые! Вам что, негде этим заниматься больше, не могли не в лес отрехать или что? Так, прекратили раскачивать машину. Так, вышли из машины, иначе я буду вынужден открыть огонь. Быстро документы к засмотру. Автомобиль Део, Чентра, госномер АИ-3523, прекратить хулиганство у три автомобиля, иначе я буду вынужден открыть огонь. Последнее предупреждение, огонь на поражение. Спасибо вам. Что, спасибо, вы кто? Я таксист. Вы что, вообще обнаглели заниматься этим здесь? Не могли отъехать, что ли, в сторону, что ли? Послушайте, я вез женщину, а у нее не было денег, чтобы рассчитаться, а она предложила расплатиться натурой. Меня это не интересует, документы быстро досмотрим. Ну да слушайте, я говорю, не надо, не надо мне денег, не натуры, ничего не надо. А она говорит, нет, долг это святое. Меня это не интересует. Во-первых, припарковано в неположенном месте. Во-вторых, занимайтесь бог знает чем, средь бела дня прямо на трассе. И в-третьих, кто будет штраф платить? Ну, я могу штраф заплатить. Что, давай. У вас же денег нет. А я привыкла другим расплачиваться. А вы-то, собственно, ничего не нарушили, у меня вот с ним разговор. Здрасте. Во-первых, мы припарковались в неположенном месте. Во-вторых, мы ездили непристегнутыми. И в-третьих, мы раскачивали машину. Хватит тебе нарушений? Да это все пустяки, можете ехать. Здрасте, еще раз. Аптечки у него нету. И того, что там положено, тоже нету. Так что тут нарушений на полдня. А, меня это не касается. Вот вы с ним не разбирайтесь, что там не хватает. У нас там аптечки. Ай, я могу ехать, да? Стоять. У тебя очень удобная машина. И еще ты мне остался должен. Понял? Так что, мальчики, куда ты? Вперед. Уберите руки. Я не знаю, я в исполнении. Я в исполнении. Я женат. Не кратите, что вы делаете? Давай, давай. Куда вы летите? Не тратите кобуру. Дедулечка, шо вам подсказать? Мне, пожалуйста, внученька, от травматизма чего-нибудь. Ага, хорошо. Крутит меня всего. Вот. И для сердца чего-нибудь. О, ты что? Шалит она в последнее время. Пожалуйста. От давления что-нибудь. Кружит голову до упаду. Так, все? Ну, да, все. Ага. Вот, только они дорогие. Немецкие. Как немецкие? А что, наших что ли нету? Ну, наших сейчас у нас нет. Но немецкие хорошие. А, вот и пойми теперь, кто войну выиграл. Ладно, сколько стоят эти немецкие? Три тысячи гривен. Сколько? Ой. Ой, прошло все сразу. Ой, ничего не болит. Сразу здоров. Ай, тит, тит, тит. За такие деньги я сразу здоров. Ой, тит. Я не здоров. И день давай. Дай больным отовариться. Здравствуй, милый. Здравствуйте, бабулечка. Эх, мне от кашля, от травматизма, для давления, для сердца, для печени, мочегонная, снотворная и анальгия. Ага. Так. И? Пожалуйста. Ага. Так, девять тысяч гривен. Девять тысяч? Да. Женщина, разрешите пригласить вас на танец «Вторая молодость». А хоть на дискотеку. Пойдем. За такие деньги, ну их нахрен, эти лекарства. Ала-ла-ла-ла-ла. И без них выставили. Ай, такие дорогие, такие. Да. Надо будет цены на лекарства снизить. А то так все без них повыздоравливают. АПЛОДИСМЕНТЫ Здрасьте. Здрасьте. День добрый. Вот. Хочу батюшке машину купить. Надо бы ее осмотреть. Да что там ее осматривать? Машина, впервые, в данном виде. Выезжал я только на праздники. Я верю, батюшка. Ну, как говорится, доверяй, ну проверяй. Мало ли оно у вас крашеное. Да что вы такое говорите? Неужто она крашенка? Знаем мы вас, батюшка. Сейчас возьму переборчик и посмотрим, крашеное или нет. Разрешите? Да, да, конечно. Да, спасибо. Да, состояние машины отвратительное. Отвратительное. Передок весь вареный. Весь. Ого, батюшка. А вы же говорили, она ни разу в ДТП не была. Так и не была она в ДТП. Ну, может, запамятовал какую-то поцарапку на парковке. Но с кем не бывает. Всего-то не упомнишь. В голове-то сколько информации. И прихожане, и имена для молитв. Да там не поцарапка. Там такое ощущение, что она в столб ехала. И электроника неродная. Походу машина ныряла. Ныряла? А что тут такого? На крещение я нырял, и машина ныряла со мной, и фроры. Это чтобы бесов автодоровских от себя отогнать. На машине, в реку. Вы в своем уме? А зря вы так к этому относитесь. Меня, между прочим, после этого ни один гаишник не остановил. Что вы? Меня, конечно, извините. И спидометр отмотанный, батюшка. Дело в том, что там число дьявольское было. Шестьсот шестьдесят шесть тысяч. Вот и я подумал, что лучше отмотать. Теперь там тридцать три. Символическое красивое число. У меня вообще такое ощущение, что машина сварена из трех. Передок от одной, задок от другой, а серединка от третий. Чудо. Бог создал Еву из ребра Адама. Вот и машина эта из трех сделана. Бог любит троицу. Ясно, ясно, батюшка. Знаете что? Ездите-ка вы на вашей колеснице сами, батюшка. Так подождите. Может, все-таки подумайте, а я вам бонус. Иконки на торпеду. Бесплатно. Спасибо. Ты что, Ира, ты ему наговорил? Да я его уже месяц укучиваю. Я его бесплатно целый месяц исповедую. А ты мне из трех частей она сварена. Да я тебя прямо сейчас отбиваю. Батюшка, не берите грех на душу. Батюшка, батюшка. Такое не грех на душу взять. Иди сюда. Нет. Нет, нет и еще раз нет. Я даже представить себе не могу, как это вообще возможно. Софья Николаевна, ну согласитесь, что каждому человеку иногда нужен второй шанс. Я понимаю. Но вы считаете, конкретно ему нужен этот шанс? Базара ноль. Что? Простите. Он говорит, да, это ему необходимо. Но вы же видите. Вы же видите, что у меня с ним языковой барьер. Софья Николаевна, мы с вами для него последний шанс. Только мы можем наставить его на путь истинный. Что вы делаете? Че-че, моросю я? Он хочет сказать, цветок подливают, потому что тот якобы иссох. Видите, не такой он уже и плохой. Хорошо, Олег Петрович. Я это сделаю, но только ради вас. Итак, молодой человек, расскажите, как вас зовут? Жменя. Жменьков Александр. А меня Софья Николаевна. Привет, ты Чика. А что, Чика, это еще не так плохо. Математикой он вообще лохобаном назвал. Ну что ж, Александр, смотрите, я вам дам эту великолепную книгу. И вы прочтете стих. Пожалуйста, парируйтесь. Че ты гонишь? Че ты напрягаешь меня всякой шнягой? Что? Всякой шнягой? Я вам не позволю обижать украинского кобзаря эту великую книгу. И обзывать ее всякими там словечками. Взял, значит, и прочитал стих, как тебя просят. Слышите, Теха, а ну стопей, не кипятись, слюни прибери. Ты че, мне матушка, чтоб напрягать меня всякой х***ей? Сохи Николаевна, ну успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь. Видимо, ничего с ним не получится. Ну, мы хотя бы попробовали. Нет, уж постойте. Я из принципа, как педагог, должна заставить его учиться. Методы только поменяю. Интересно. Жменицк, слушай, отсюда она. Берешь этот стих и учишь на азусь, понимаешь? Не гусли, не криви. Завтра возле доски больше его покланите без бэ. Я за тобой загоняться не буду, понимаешь? Говорю, врубился? Врубился. Ма, так а че ты своим куболом не мажешь? Да я понял, понял. Все предельно доходчиво. Софья Николаевна, ну у вас прям педагогический талант. Вы знаете, Олег Петрович, я год проработала в ПТУ. Молилась, чтобы этот кошмар забыть. А вот видите, пригодилось. Эш, че-то я не слышу. Я тебе звук подкрутить. Минают дни, короче, минают ночи. Короче, давай без короче. Минают літо, шелестить пожелкли листя. Гаснуть очи. Заснули думы, сердце спите. Все заснуло, я не знаю, че я живу, че доживаю. Нормально. Так, посвятиваю, че я уже плачу и не смею. А, прикильно. Неплохая рыпачина, а и с музыкой, чтобы было. Да контрабандист это, ты посмотри на этого клоуна. Мужики, да вы че, ну какой контрабандист? Ну я настоящий клоуну говорю вам. Ну отпустите меня, ну пожалуйста. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так. Только на жалость удавить не надо. Ты нам лучше расскажи, что это мы за порошок у тебя нашли. Это тальк. Тальк? Тальк. А что ж ты раньше не сказал, до того, как мой напарник его понюхал? У меня все зудит теперь. А вы же сами сказали, помалкивай. Ну, вот посмотрите. Оп. 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 Опа. Ну, разве может обычный человек из воздуха делать деньги? Обычный? Нет. А мы такое вагонами делаем. Паспорт предъявите свой. Пожалуйста. Секунду. Так, это не то. Вот, пожалуйста, паспорт. А ну-ка. Ну, я же говорю, контрабандист. Что ж вы нам паспорт чужой даете? Не похож ведь совсем? Как не похож? Ну, мужики, а так. Ну, только носом. Слушайте, вы издеваетесь надо мной? У меня сейчас автобус уедет, а я еду в гастроли с цирком дюсселей. Так, слушай, мы сейчас тебе тут таких дюсселей навешаем. Цирк он тут устроил. Сейчас эксперт приедет и разберется, что это за тальк такой и чей-то у тебя паспорт. Да ладно, ладно. Вот тогда ты будешь гастролировать уже совсем в другом месте. Ладно, ладно, я понял. Все, хорошо, ладно. Я выступлю на дне рождения у дочки этого вашего начальника. Ну, как бы и сразу. Мы же тебя по-хорошему просили. Хотихо, тихо, тихо, выступим. Так. Алло, товарищ генерал, а мы вашей дочке на день рождения сюрприз приготовили, да? Да. Встречайте аниматора. А, нет, конечно, не клоун. Нет-нет, что вы, я сам их с детства боюсь. А кто будет? Я же говорю, сюрприз будет. Сюрприз. Че, лыбись, а? Есть какие-то костюмчики интересные? Есть. О, о, все, через недельку буду возвращаться. Беру костюмы. Ну, удачи вам, клоуны. Ха-ха-ха. Вы договор внимательно прочитали? А, нет. А то потом приходят люди и возмущаются, откуда 50% годовых. А все вот тут, внизу, мелкими буквами написано, видите? И то, что квартира наша, пока вы кредит не выплатите. Читали? Угу. Так. Про скрытой комиссии. Вот этот пункт, видели? Смотрите. Чтобы потом не спрашивали, откуда я еще долго на три квартиры набежала. Видите? Нет. А вот так вот. Маленькие такие. А-а-а-а-а. Вот. И еще один пункт о том, что если вдруг застройщик не достроит квартиру, деньги вам все равно придется возвращать. Вот. Проявляются. Отлично. Ну что ж, подписывайте вот здесь, что вы со всем ознакомились. И заключайте договор добровольно. И вот здесь подписывайте. Подписывайте. Угу. Вот и замечательно. Олег Петрович, все. Видите? А все говорят, что мы скрываем информацию от клиента. А мы наоборот, всю информацию рассказываем. Все по-честному. Можно я уже пойду? Ну конечно идите. Счастливый вы наш обладатель кредита в 50 тысяч долларов. Поздравляю. Спасибо. Не за что. Ну что, Олег Петрович, план мы по кредитам выполнили, даже перевыполнили. Надо было с него еще деньги за уборщицу взять. Слабый, нынче клиент пошел. Ну что ж, зовем следующего. Следующий! Я все слышу. Мариночка, я одну. Ты думаешь, я не слышала, что ты дверь взял? Положено место. Олег, наслаждайся природой, погодой, слушай, как плещется водичка. Спасибо, только я этим наслаждаюсь каждый раз, когда мы овощи на даче поливаем. Ну вот и радуйся, что ничего не делаешь. Сходил бы поплавал. Это правильно. Так, матрас взял, пиво положил. А ну плыви на берег, я тебе сказала. Откуда он только пиво взял, а? Вот пользуется тем, что я плавать не умею. Ну подожди, вернешься ты на берег, я тебе устрою вырванные годы, пират ты хренов. Женщина, вы чего кричите? Как чего я кричу? Мой муж вон на матрасе. И что, ему стало плохо? Нет. Очевидно, ему очень хорошо. Полюбуйтесь на него. Тогда чего вы переживаете? Как чего переживаю? Он же пьет пиво, а на воде же нельзя. Нельзя. Ладно, подержите, пойду его спасу. Эй, ты спасатель ты чертов! Спасти это не значит привезти ему добавки. Ну подождите, вернетесь вы на берег, я вам обоим устрою. Тетя, почему вы кричите? Что ты хочешь, девочка, я так отдыхаю. А, понятно. Подожди, 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 дай-ка мне свою штуку, а я тебе свою, на. Спасибо. Так, сейчас мы этим дядям устроим. Ну что, доплавался? Точнее, приплыл. Да. На троих. Я тебе, падла, доломаю. Крынытя! Чё? Сдохля вернулся. Сдохля, сдохля, что-то знакомое. Ну, сдохля, ну, молодой лейтенант у нас такой был, помнишь? Ну, дрыщ такой худой. Ну, который поехал в Америку по обмену опытом. А, сдохля! Сдохля, ну! Сейчас, наверное, там отожрался в Америке. Приедет кабан такой! Ха-ха-ха! Откормленный! Ха-ха-ха! 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 Привет, коллеги! Ха-ха-ха! 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 Вернулся, красавчик! Ха-ха-ха! Ну, что, сдохля, будем здороваться по старинке? Мы тебя по пендалю, а ты нам обувь почистишь, а? Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Сдохлик, слушай! Ну, чё там, научили тебя с пеколя стрелять, а? Или в кобуре хот-доги носил? Ха-ха-ха-ха! А я смотрю, дома всё по-старому! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ключи от обезьянника под ковриком! Да! А две обезьяны снаружи сидят! Сдохля, ты не буруй! А ты не забыл, что ты на родину вернулся? Да! Хе-хе! Теперь я покажу, как меня научили заполнять протокол и как я хорошо изучил криминальный кодекс! Значит так! Гражданин Крыниця и гражданин Петренко, вам инкриминируется статья 171 нападение на сотрудника полиции! Слышь! Сдохля! Всё! Пошутили и хватит! О! Ещё и оскорбление сотрудника при исполнении! Евгений Михайлович, ну извините, мы не прав были, каемся! Да! А-а-а! Вот как вы заговорили! Ага! Хорошо! А меня хорошо научили там? А? Да! Очень круто! Круто научили! Вот бы нам так научиться было бы классно! Ага! Ну я не могу вас научить! Это нужно ехать по обмену опытом, как я! Так что, мы готовы поехать, если мы такими же крутыми станем! Да мы и так крутые! А так ещё круче будем! Круче крутых! Ага! Ну если готовы, я конечно замолвлю словечко за вас! Да! Подписывайте документы! Отдай быстро! Ага! Спасибо, Евгений Михайлович! Ага! Отлично! Ну что? Статрудники милиции по обмену опытом Креница и Петренко! Ага! Мы? Срок командировки один год! О! Место командировки Монголия! Отдел овцы патруль! Монголия! Монголия это штат такой, да? И что это за патруль такой, овцы патруль? А вот расскажите мне потом, если вернётесь! Ага! 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 Ну мне нравится этот, овцы патруль! На троих! На троих! Ага! 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 Ага!